Весной рекомендуют пробить курс витаминов. Вот мне кажется, что медион – это такая инъекция креативности. Более 200 человек пришли на образовательный форум «Другой медион», чтобы стать настоящими журналистами, медийщиками и пиарщиками. Это все-таки создано факультетом журналистики и ФЖ «Семья». Когда люди видят, что это создано факультетом журналистики, они такие «О, кажется, это что-то классное, знакомое». Подождите, подождите, не переключайтесь. Вы знаете, как привлечь внимание зрителя. Медиасфера – дело не из легких, потому что нужно знать все тренды визуального контента. И как раз на медионе опытные маркетологи, дизайнеры, медиаменеджеры простыми словами объясняют сложные вещи. Люди в течение своих обычных будних дней обманывают других людей в 30% случаев. То есть треть того, что мы говорим в течение дня – это ложь. Она может быть бытовой. 21 век – эпоха визуального контента. Все мы по несколько часов в день проводим в интернете. А что мы смотрим больше всего? Конечно, то, что привлекает наш взгляд. И люди медиа должны знать, как правильно завоевать внимание аудитории. Медион объединяет творчество и медиаобразование. Он посвящен эпохе визуального контента. И как сейчас, мне кажется, что мы все воспринимаем большинство информации визуально. И очень хотелось бы это подчеркнуть и сказать, как правильно делать контент, как его делать качественно и как делать его интересным для своей аудитории. О всех тонкостях и хитростях визуального контента теперь знают и студенты факультета журналистики. Я думаю, что мы справились, мы друг друга поддерживали, помогали. Так что это интересный и полезный опыт. Я думаю, что он пригодится нам в любом случае, даже если мы не будем продолжать работать как организаторы мероприятий. Медион прошел в шестой раз, но в этом году он был другой. Мы изменили полностью тот же логотип абсолютно. Мы все переработали. Мы на границе между смыслом и приколом. Мне кажется, визуально оно цепляет, потому что это выделяется, особенно на фоне других медионов. Чтобы как можно больше людей после форума покорились своими работами белгородцев, ас и масс-медиа рассказали все о веб-дизайне и правилах применения визуальных образов. У Анастасии Петровой большой бэкграунд в создании медиапроектов, поэтому и поделилась полезными секретами. Можно смотреть, например, как реагирует аудитория, также смотреть на какие-то тренды, которые задают именно площадка, на которой они размещают, и ту же самую реакцию аудитории. Мы заметили, что лучший отклик аудитории получает вот такие котики, либо какие-то ремные видео, и тем самым афиши увидят больше людей. Классные спикеры, они очень грамотные, очень интересные. Даже те знания, которые есть у нас, они дополнили друг друга. На медионе я уже второй раз хочу отметить отличную организацию. Здорово, что такое мероприятие смогли организовать студентов в факультете журналистики. Мне очень понравилась программа. Так что, если увидите еще больше цепляющих афиш, видео или графики, знайте, это все медион. Чтобы всегда быть классным журналистом, нужно знать все тренды и быть в этих трендах. Поэтому журналисты Белгород Медиа сегодня на медионе. Вот и Настя с нами. Очень классно, что все это организовали мои одногруппники, однокурсники. И в таком юном возрасте они такие талантливые, они делают такие крутые вещи. Ну и, конечно, крутые спикеры, которые много могут чему научить. Так что, развиваемся вместе. Поэтому мы будем точно топовыми журналистами, которые знают все секреты визуального контента. Екатерина Скляренко, Илья Лебедев, Белгород Медиа.